Сегодня самыми обсуждаемыми являются события, происходящие в Киеве. Количество жертв противостояния давно перевалило за 20 человек. Мы попытались выяснить у севастопольцев, что они думают по этому поводу. Сергей Погорелов рассказывает, всей семьей следят за новостями из Киева. Сердце обливается слезами, когда видишь, во что превратился центр столицы. Он не понимает, как подобное допустили в Украине, единственной постсоветской стране, так долго избегавшей кровопролития. Запад вмешивается в наши дела, явно это видно. И смотришь, показывают подобные события в других странах, это сразу идет подавление всех этих, ладно, мирное протестование или там митинги, да, можно выражать свое желание, волю, вот, но таким образом, когда идут с дубинами в касках, уже огнестрельное оружие применяется и говорят, что это мирно, это мирным никак не назовешь. Он уверен, в падении курса гривны, подорожании бензина и продуктов питания виноваты те, кто нарушил политическую стабильность в стране. Отвечая на вопрос, следят ли севастопольцы за происходящим в Киеве, в основном все говорили... Следим. Да, конечно. А как же? Мнения севастопольцев по происходящим в Киеве событиям разнятся. В целом люди обвиняют во вновь разгоревшемся конфликте, как оппозицию, так и власть. Вот куда эти дуроплеты берутся? Чего они добиваются? Они же сами даже не знают, чего они хотят. То, что творится в Киеве, все это проплачено иностранными государствами, все это специально сделано для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Звучали слишком громкие лозунги от оппозиции, от которых они теперь отказываются, то есть не хотят брать все на себя, тем самым как бы смущая народ. Сначала кричат, потом отказываются. Но, конечно, в большем случае, в большей части виновата власть, потому что, ну, уже слишком далеко все зашло. И лишь у учащихся нет времени следить за новостями. Впрочем, и они наслышаны о происходящем. Я так таково новости не смотрю, потому что не хватает на это времени. Но я знаю от своих знакомых, близких, и то, что они мне рассказывают, то, что там вообще происходит чуть ли не гражданская война. Об угрозе начала гражданской войны говорили и на внеочередном президиуме, прошедшем в городском совете. Особое беспокойство у политиков вызывает захват областных администраций, помещений, органов внутренних дел в пяти областях Украины. В Львовской области, вы знаете, захвачены целый ряд силовых помещений, силовых структур. Это и прокуратура, и помещения СБУ, и отдела милиции. Сразу хочу отметить, что в этих помещениях, вы понимаете, есть и помещения, содержащие так называемые оружейки. То есть идет плановая подготовка к организации антиправительственных, антизаконных, антиконституционных военных действий. Основная задача власти и правоохранительных органов Севастополя – обеспечить безопасность на улицах и не допустить захвата объектов в повышенной опасности, расположенных в регионе. Их охрана уже усилена. Сегодня с 9 часов началось патрулирование наших улиц добровольными общественными формированиями, которые сформированы из граждан города Севастополя, которые совместно и под руководством управления Министерства внутренних дел будут защищать общественный порядок в нашем городе. Пока в состав дружин не входят отряды народной самообороны, говорит Иван Камелов. Скорее всего, речь идет о том, что к патрулированию улиц привлечены частные охранные структуры, потому что в большей части их сотрудники являются членами АФОПов, так называемых, которые на сегодняшний день уже зарегистрированы в городе. Впрочем, севастопольская самооборона уже находится в готовности. Но пока принято решение не выходить на улицы, дабы не нагнетать ситуацию. Владимир Сорокин, Денис Корвель, Деливер Меджитов. Программа «Наше время». Редактор субтитров А.Семкин